Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Escape from Tarkov, пост комментирования, и это побережье, на которое я пошел с Мосинкой, в основном, чтобы сделать всякие квесты, не связанные с этой Мосинкой, а для того, чтобы там сделать квест Ленд Лиз, достать несколько вещей в самом санатории, сделать квест Глаз Орла, достать несколько вещей из беспилотников, и все там подобное. Но также прокачать снайперки я вполне не против, и текущий мой квест на эти самые снайперки это убийство в ближнем бою, что не очень работает на этой карте обычно, но хотя часто убийство в ближнем бою и снайперок работают так, что я к кому-то подкрадываюсь и хочу отчувствовать упор, и это не особо зависит от карты, но тем не менее у меня достаточно хороший спаун для того, чтобы чуть-чуть поснайперить поначалу, потому что можно выбежать сюда, и вон там чувак бежит. Я немножко отвлек шорох справа, потому что там бомжи, но, к сожалению, чувак бежит не особенно хорошо, что у меня нет нормальной линии огня на него, так что я пошел проверять шорох, и заодно репозиционироваться, чтобы этого чувака видеть. Ну да, тут бомж, который как-то... Ну, я начал говорить, который как-то не умирает, но это не он не умирает, это я криво стреляю. Ну, хотя он от этого не умирает, так что да, это немножко ужасно. И также эта стрельба немножко, может быть, выдала мою позицию, так что на самом деле мне не то, чтобы прям особо стоит здесь оставаться, но я останусь и буду пытаться смотреть, кто где и что происходит. Того чувака я, естественно, уже упустил, ну и дальше я немножко ускорю, потому что я тут достаточно долго сидел в разных местах на этих скалах вокруг этой радарной вышки. Я осматривался и вслушивался, потому что всякую стрельбу слышно с разных сторон, в основном с заправки из того направления, так что я туда целюсь, пытаюсь увидеть кого-то между деревьями, но никого не видно, только слышно стрельбу. Также в какой-то момент я услышал сзади какой-то бег, и решил проверить, что там происходит, типа, может кто-то сюда прибежал еще. Но при этом стрельбы никакой не было, а тот бомж не умер от моего выстрела. Но может быть стрельбы пока что никакой не было. Но нет, тот же самый бомж, теперь умер. Массовые взрывы в санатории. Это мне не очень интересно. Ну и я еще сижу, тут еще ускорено, потому что я сижу и наблюдаю за тем, что ничего не происходит. На самом деле это как бы нормальная позиция, потому что если кто-то пойдет от заправки в сторону санатория, допустим, по этой стороне, то мне будет видно это. Или от заправки в сторону этой радарной вышки, около которой я, или еще куда-нибудь, в общем, много куда могут пойти от заправки или от электростанции, или от санатория даже. Все это от меня достаточно хорошо просматривается, но в данный конкретный момент никто не ходит, так что я решил все-таки забить и пойти куда-нибудь. Куда-нибудь, где что-то происходит, потому что сидеть весь раунд на одной и той же скале не то, что прям особенно интересно. Ну и также меня заинтересовала массовая стрельба в стороне заправки, потому что она была реально массовой и достаточно громкой. Мне показалось, что там кто-то стрелял из 338-й снайперки, которая Мелнир. Потому что у нее такой характерный очень оглушающий звук. Но не уверен, что это именно она была, может быть, просто какая-нибудь 7,62 снайперка. В общем, да, я пришел, тут стрельба какая-то. Осколки от гранатка мне прилетают. Я туда посмотрел, и там бомж, и бомжи очень любят агриться, если на них смотришь, и это немножко бесит. Потому что если бы я в него не прицелился, то он бы не начал по мне стрелять, скорее всего. А так он как бы выдает мою позицию, и это немножко бесит. Но не знаю. Ну и дальше я аккуратно стоялся и подползаю сюда, потому что все-таки стрельба была где-то здесь. И мне интересно. Стерять мне особо нечего. У меня, конечно, хилки всякие массово, но Мосинка... Мосинку не жалко. Патроны к ней тоже не жалко, потому что у меня какие-то совсем... Ну, по-моему, у меня и ОПС-ки. Самые, условно, самые трешевые. И достаточно дешевые. Не самые дешевые. Самые дешевые это 46М. По-моему. Не уверен, что 46. Это сколько-то М? 40 сколько-то? Ну, они, по сути, такие же по эффективности, но дешевле. Но... Когда я покупал эти ОПС-ки массово, Т-46М не были мне доступны. Ну да, в общем, я сюда выглянул. Посмотреть, что происходит. И как-то ничего особо не происходит. Это не очень хорошая позиция, на самом деле, но вообще она что-то в реале отвёкся, так что я тут посидел пару... Пару секунд. Бывает. Ну и да. Стрельба была массово здесь буквально 30 секунд назад. Потом я подполз, всё затихло, никого нет, ничего, нет, ничего не происходит. Это как-то не очень хорошо. Там кто-то пробежал. И вот он. Как-то так. И я не знаю, попал я в него или нет. Так что я пытаюсь перейти на какую-то другую позицию, чтобы лучше видеть то место, куда я стрелял. И жив он там или нет вообще. Ну и я этого не заметил, когда я играл, но только что он пробежал в самом верху моего прицела справа на лево. Мне показалось, что... Как бы я заново прицелился, потому что мне показалось, что там что-то двигалось. Но когда я играл, я его не увидел. Но да, чувак убежал куда-то назад. Я на самом деле понятия не имею, попал я в него этим выстрелом или нет. Скорее всего, да, потому что вроде должен был. То есть попал, но не убил, скорее всего. И он просто убежал назад. Но как-то так. Бомжа я всё-таки добил, потому что я уже выдал свою позицию тем, что я стрелял. А ещё раз её выдавать тем, что в меня стреляет бомж. Это как-то не очень хорошо. Ну и теперь я сижу наблюдаю, потому что я думаю, что тот чувак всё ещё где-то в этих кустах. Прямо по курсу. И либо он там мёртв, либо он там сидит и не высовывается. Но также чувак там. И у меня прям самое неудачное место здесь, потому что столб загораживает мне его голову, так что я не смог в него выстрелить сразу. А теперь машина мне его сгораживает, и дерево, и вообще всё. И по мне ещё кто-то стреляет. Как-то очень криво, но стреляет. Так что отошёл за камень, потому что я думаю, что это бомжи. Игроки обычно... Ну хотя как? Игроки иногда настолько криво стреляют. Особенно если это какие-то... Не очень давно играющие игроки, и у них какой-нибудь там... Адар без мушки. Который как бы выглядит так, как будто он должен нормально работать, но стреляет он совершенно не туда, где прицел. Ну да. В общем, я осматриваюсь. Я думал, что тот чувак спрыгнул за забор и выйдет после этого справа от меня и попытается меня убить. Потому что он явно меня видел, иначе бы он не убегал за этот забор так. Но, видимо, он свалил, и вот он слева пробегает. И отсюда я в него нормально попасть в любом случае не смогу, учитывая, как он бежит. Типа я мог бы выстрелить, и у меня был бы какой-то очень небольшой шанс, типа там, рандомно попасть. Но это слишком удача, и я пытался поймать более удачный момент, что типа если бы он побежал дальше по дороге, левее, то у меня было бы больше времени прицелиться, и я мог бы, может быть, попасть в него. Но он убежал так, что я потерял на него обзор. В общем, тут была огромная, ну, не огромная толпа, но тут было два ведьма игрока, потому что я не думаю, что это один и тот же так оббегал. Тут были какие-то игроки, были какие-то перестрелки, и я ничего с этим не смог сделать. Увы. И теперь я сижу и жду, что может быть он выбежит справа и попытается ко мне зайти, обойдя заправку как бы. Но не. Он куда-то просто пропал. Ну и в итоге я посидел какое-то время, посмотрел, решил, что чувак все-таки пропал, и он не придет, и решил пойти осмотреться на заправке. Может быть найти какие-то трупы, которые там от всего этого остались, может быть там были еще игроки, и они там все еще есть, и у них есть какой-то лут. Ну или может быть есть бомжи, у которых есть какой-то лут, или может быть просто что-нибудь, что-нибудь интересное. Так что вперед на заправку. Тут вот есть какой-то труп. И у него как раз таки Адар без мушки, кстати. Ну это я в ней, он по мне тогда стрелял, потому что стреляли не отсюда. И у него куча всяких полумасок, которые мне уже не нужны. И Адар у него есть, но патронов Кадара у него как-то нет. В запасных магазинов. Но это потому что кто-то из него их выкинул. Так что по крайней мере один магазин у меня будет. Тут ничего особо интересного. Я подумал сначала, что может быть тут такие эпичные перестрелки были, потому что санитар заспаунился, но не. Ну или да, но... Но он как-то спрятан. А тут сейф открыт. Так что нет особого смысла что-либо обыскивать, потому что скорее всего все ценное уже забрали. Хотя на самом деле там много удвижных ящиков, и в них достаточно часто бывают всякие интересные вещи. И их редко проверяют. Так что может быть стоило. Ну и дальше я пройдусь здесь, потому что тут как-то безопаснее. И пойду на саму заправку. Тут еще труп бомжа без оружия. Ну а с ключом от зоны лабы. Что довольно неплохо. Он типа 1060 стоит, если терапевта продавать. И примерно столько же на барховке. Ну или конечно можно пойти в лабу и открывать эту зону. Там много всего интересного спауниться. Ну да, у того бомжа не было пушки, так что я не стал его даже обыскивать. Ну хотя, учитывая, что у предыдущего бомжа пушки тоже не было, но... Но был ключ. Может быть стоило. Ну там как-то слишком открытое место. Ну да. В Адаре есть немножко патронов. Но нет мушки, опять же. Точнее целик. Целик. Я наркоман. Мушка у него как раз есть. Но суть примерно та же. Ну и у этого бомжа есть немножко более хорошее. Может быть немножко более хорошее оружие. СМ-4М, конечно, не самый лучший калаш. Но по крайней мере у него есть и целик, и мушка. Так что я смогу из него стрелять не только в упор от бедра. Ну и патроны. Какие в нем? БТшки. Вполне достойно. Не хуже тех же 855-х, которые в Адаре. Так что технически калаш лучше. Если брать текущую ситуацию. Если брать ситуацию, когда я сам могу себе собрать, что я хочу из оружия. Пусть даже в одинаковом бюджете. Адар будет всегда адекватнее, потому что у него лучшие патроны доступны. И недорого доступны. Но когда у меня выбор между Адаром без мушки и трэшевыми патронами и калашом с менее трэшевыми патронами. Хотя БТ все равно немножко трэш. По сути все патроны калаша немножко трэш. Даже БС-ки и голеники, потому что у них очень мало урона. Так что они броню бьют хорошо, но убивают они плохо. В данной ситуации я выберу калаш. Потому что в Адаре патроны еще большие трэши в данный момент заряжены. И потому что у него нет целика. Ну да, я пытаюсь найти того чувака, в которого я из мощники стрелял. Потому что я не видел, как он отсюда убежал. Но в итоге я его не нашел. Так что... Так что я понял, что я его не убил, по крайней мере этим. И опять же, я все еще не знаю, попал я или нет. Потому что считать все попадания в послерейдовых статах... Ну, даже если взять самое начало этого рейда, когда я стрелял по бомжу. Я не уверен, попал ли я по нему, когда я первые три выстрела делал. Типа, мне кажется, один из них должен был попасть. Но не убить. Ну, может быть и нет. То есть я уже не знаю. Не могу выяснить, попал я по этому чуваку или нет. Потому что я, может быть, попал по бомжу, а может быть нет. Ну ладно, это все не важно. Тут еще один бомж, по которому я явно попал. И дальше можно убить еще одного бомжа, которого я там тоже видел. И пойти в сторону электростанции. Хотя на самом деле мне не столько нужно на электростанцию, сколько мне нужно делать квесты. И для квестов мне нужно насобирать всякую хрень по разным местам на карте. И одна из хрени, точнее даже две из хрени, которые мне нужны, они примерно там, где я заспаунился. Так что я немножко зря пошел сразу на этот холм с радаром и пошел снайперить. И после этого пошел в сторону заправки. Вместо этого мне нужно было, когда я заспаунился, бежать за квестовыми вещами. Потому что теперь мне вместо этого придется круг в пол карты делать. Ну да, я возвращаюсь к радару и... Тут кто-то бегает. Это просто наспаунилось еще какое-то количество бомжей. Проблема в том, что когда они тут так спавнятся, их очень неудобно штурмовать, потому что укрытий нигде нет. Зато у них укрытий много и всяких кустов много, сквозь которые они спокойно стреляют. Но в данном случае я просто прошел в эту сторону и они как-то потеряли меня из виду. Ну да, один есть. И у него тоже 74М. Так что у меня стало больше патронов. Проблема только в том, что у него он поэсками заряжен. И это сильно хуже. Ну и есть еще тот чувак. Уже нет. И это тот, кого я первым убивал в самом начале. И у него много всего интересного. А воду я на самом деле зря использую полностью, потому что она довольно дорогая в данный момент. Не уверен почему. Таркола тоже довольно дорогая. Зато можно съесть горошек и взять усы. А круглые очки тоже стоило взять, потому что они типа 1015-1020, по-моему, стоили в тот момент. И сейчас, наверное, тоже примерно так же, потому что они обмениваются на броник. Так, там 5 штук круглых очков, 5 штук ушанок, может быть, каких-то шапок. В общем, там по 5 штук нескольких видов одежды. Обменивается на броник 6 класс. Довольно хороший. Ну да, у третьего бомжа ничего особо ценного не было. Я решил, раз уж есть здесь, то можно забежать и внутрь, и посмотреть, что тут происходит. Например, сок. И, например, сейв. Которым, правда, ничего особо ценного. Ежедневник. Чего-то стоит. Типа, если просто Эмиротворцу продавать, то он там типа по 300 долларов, если не ошибаюсь, может 250. Что довольно неплохо. Но не супер-мега ценно. Ну и да. Я решил все-таки абсолютно все тут не обыскивать, типа выдвижных ящиков, и пойти делать квесты. И первый из квестов, которые я здесь делаю, это Глаз Орла, квест Миротворца. И мне нужно найти два беспилотника и забрать с них какие-то диски или что-то такое. И первый беспилотник рядом с вот этим домиком разрушенным. И я постоянно забываю, где он именно рядом с этим домиком, так что я его сейчас полдня буду искать. К тому же я так оббегаю все, что он от меня скрыт постоянно какими-нибудь кустами, деревьями или еще чем-то. Ну не, это не он, это просто камни. А там уже башенка КПП какого-то. И вон он, беспилотник. Прямо рядом с домиком, но за всякими камнями и деревьями. Так что не со всех сторон его можно адекватно увидеть. И готово. А второй квест, который здесь же неподалеку, это Ленд Лиз. Там нужно найти пять предметов разных. Три из них на этой карте. И один из них вот здесь вот в ящике. Прямо рядом с беспилотником, по сути. Он нифига не берется, но да, это предмет. Там домик, там беспилотник, тут ящик. Но это все, что мне нужно в этой части карты. Все остальное в санатории и рядом с санаторием. Так что я бегу туда. Ну и по пути в санаторий я ничего особо не встречаю, потому что я потратил первые 20 минут рейда на всякую хрень, типа снайперства с радара, откуда я абсолютно никого не увидел. И это на самом деле хорошо, потому что если первую половину рейда пропустить, просидеть в кустах, просидеть где-нибудь там со снайперкой, где вы никого не видите, или еще что-нибудь такое сделать, то большая часть игроков уже расходится из популярных мест, типа того же санатория. То есть если я в самом начале прибегу в санаторий за квестовыми предметами, то сюда заодно прибежит еще там 20, ну не 20 человек, но типа 10 человек, которые сюда прибежали за ледексами, за пвп, за другими квестовыми предметами и за чем угодно еще. Если я прихожу сюда спустя 20 минут, то все эти 10 человек сюда уже прибежали, половина из них здесь рипнулись, так что от них остались трупы. Другая половина рипнули первую половину и ушли куда-то, потому что что им тут делать, если они все залутали, убили нескольких игроков и, собственно, все. После этого они обычно сваливают. Так что приходить поздно в рейде в такие популярные места — это хороший план. Проблема в том, что тут бомжи. Какие-то очень странные. Но да. Проблема также в том, что у меня калаш. Абсолютно без каких-либо обвесов, так что из него зажимать не очень получается. Так что приходится стрелять с одиночными, а с этим все плохо. Ну да. На самом деле, может быть, стоило как-то аккуратно пройти и не агрить этого чувака на себя. Ну да ладно. Там лежал анальгин. Когда там что-то лежит в этом месте внутри этой скорой, то оно все очень криво и не получается подобрать предмет, не открывая дверь. И не тратить кучу времени, так что я решил забить. Так же кто-то ходит внутри. Ну, я посижу поселюсь. Потому что чувак оторвал мне руку и почти убил сквозь эту руку. В броню он, по-моему, даже ни разу не попал. И у меня полмагазина БТ-шек. Ну, полмагазина БТ-шек лучше, чем магазин ПС против бронированного противника. Но это не бронированный противник. Ну, это может быть бронированный противник. Я не уверен. Вроде у него нет брони. Я заряжаю обратно другие полмагазины БТ-шек. А если зажать кнопку перезарядки, то можно выбрать конкретный магазин. Если просто кликать, то он заряжает наиболее полный в фоне количества патронов. Я смотрю, сколько времени осталось. Я также крадусь, потому что я думал, что это может быть игрок-бомж или просто даже игрок. В том плане, что он как-то... В общем, что вопли не было и были какие-то непонятные шаги в непонятных местах. Мне кажется, что это где-то на втором этаже. Но я услышал, что он орёт. Так что всё-таки это не игрок. А просто бомж. И, видимо, был он здесь же, а не на втором этаже. Когда-нибудь разработчики Таркова сделают нормальный звук в плане вертикальности. Ну или даже просто нормальный звук. Потому что бинауральный звук они отключили в какой-то момент. Настройка в опциях есть, но она ничего не делает в данный момент, насколько я знаю. А с ней было хорошо. Ну, лучше. Вертикальности всё равно не было. И тех, кто на этаж выше был, слышно как будто они на том же. Или как будто они на этаж ниже. Но, по крайней мере, можно было определить, с какой стороны противник точно. А не просто, что он где-то справа. В том плане, что он может быть на 45 градусов правее того, куда я смотрю. А может быть, он у меня за спиной справа. Или может быть, он вообще там почти сзади. Или ровно справа. Или ещё где-нибудь. Ну, в общем, да. Звук ужасен и всё тому подобное. Но зато визелин. Ну, где-то там ещё бомжи агрятся. Ну, не агрятся, а просто издают бомжи звуки. Но на самом деле я пришёл сюда делать квесты. Так что пойду займусь этим. Мне нужен третий этаж этого крыла. Я просто проверяю, нет ли здесь кого-то. Ну да, третий этаж. 306-я или 308-я комната. Это не здесь, но я смотрю, нет ли у меня ключа от этой. Это вот здесь. Одна из них это та, которую я открываю. Вторая это следующая дверь, прямо по курсу. Но они соединены. И мне нужно в одну из них забрать квестовый предмет. Вот какая-то не квестовый предмет. Квестовый предмет это вот эта вот хреновина. Ну и также я обыщу всё остальное, что тут есть. В этом выдвижном ящике, который открыт, иногда спаунятся всякие ценности, типа биткоинов, золотых цепочек и всего такого. Ну и в компах иногда спаунятся всякие полезные вещи, типа видеокарт. Но не сегодня. По-моему, там, кстати, была пачка денег на столе. Мне сейчас показалось, я её там увидел. Но неважно, кому нужны пачки денег. Но, да, теперь мне нужно ещё один квестовый предмет забрать для Ленд-Лиза. Это был второй из трёх, которые есть на этой карте. И ещё второй беспилотник найти. И предмет для Ленд-Лиза в другом крыле. В 216-й комнате. Там кто-то был? Теперь нет. И тут кто-то был. Тут тоже кто-то был. Может, тут труп. Ну, это какой-то другой труп. Также мне по какому-то ещё квесту нужно сюда. 200, точнее не 200, а 112-й офис. И это витамины. Часть 1. Я всём забыл, что я это тоже сделал тут. Но неважно. Теперь я всё-таки поднимусь на второй этаж. Перепрыгну колючую проволоку. И проверю 216-ю комнату, которая открыта. И мне нужен вот этот вот гироскоп. Ну, тут явно кто-то уже был и залутал всё ценное. Так что я пойду. Особенно я пойду, учитывая, что... Я какое-то время назад проверял, сколько до конца рейда. И там было 16 минут. Так что сейчас уже явно меньше. А мне бы хотелось ещё за беспилотником зайти. И к выходу. И выход, который... Проход между скалами, он рядом с беспилотником. И он может быть активен. Также у меня, блин, откуда ты появился заново? Ну, типа да, он может быть активен. Но он также может быть неактивен. И если он неактивен, то... Мне нужно тащиться к тоннелю. На том подносе, на который я посмотрел... Точнее, как это назвать? В общем, на хреновине, которая на колёсиках... На который поднос. Там спаунится ледекс иногда. А тут спаунится красная карточка в углу комнаты. На столике. Но там её сейчас не было. И явно всё залутно и всё открыто. Так что я просто пошёл отсюда. Потому что время. И в первую очередь я иду проверять проход между скалами. И он неактивен. Там нет зелёного дыма. И это немножко нехорошо, потому что тоннель не особенно близко. А у меня 9 минут, и мне нужно ещё с беспиратником заглянуть. Я, конечно, мог бы забить на него и не тратить лишнюю там минуту, чтобы до него добраться. Но так я не смогу выполнить все квесты сразу. И мне придётся ещё раз приходить на эту карту. Ну да, я ещё и не совсем туда бегу. Потому что мне нужно этот камень обходить слева. А не справа. В скалу, скорее. А не камень. Потому что беспилотник вот здесь. Ну да. И теперь к тоннелю. И по большей части это пробежка к тоннелю без каких-либо особых происшествий. Кроме вот этого бомжа. Калаши. Они такие. Так что я решил, что ну его нафиг. Я просто пойду дальше. Ну да. В целом как-то так. Очень длинный рейд. Не очень успешный в плане того, что я пытался кого-то заснайперить. И всё такое не особенно получилось. Но зато очень успешный в плане квестов. Потому что я вынес по сути 6 квестовых предметов. Три предмета на ленд-лиз. Два куска беспилотника. И один предмет на витамины. Ну и да. Я всё это вынес. И дальше у меня по пути никто не встретился. Спойлеры. И всё тому подобное. Но тут даже на х4 ускорение всё немножко долго в плане пробежки к выходу. Но да. И немножко очередь для прокачки, контроля отдачи и всего такого. 8000 экспы. 45 минут. Из 50 возможных. И 12 бомжей. Увы, мне уже не нужно их убивать. Ну, мне в данный момент не нужно их убивать. Мне ещё нужно будет их убивать на этой карте. Но прямо сейчас. Ни для чего не требуется убийство бомжей. Так что всё это в никуда по сути. Ну и естественно единственный квест, который я сделал, это глаз орла. Потому что на все остальные нужны ещё разные предметы с разных других карт. И следующий квест Миротворца не очень приятный. Потому что... В основном потому что нужно найти 5 вот этих вот пайков. Найти в рейде. А они не то, чтобы особенно часто спауниться. Ну и кроме того, убить 10 бомжей на побережье, используя определённые квипы. Кроме того, отметить 2 грузовика там же. А в остальном я просто сдаю всякие вещи. Но не сдаю сами квесты. Увы. Дальше. Немножко завода и квест на убийство из снайперов в ближнем бою. И самый простой способ его выполнить. Это горностай ВПО-215. С бронебойными патронами. Потому что они пробивают броню 4 класса нормально. И могут сквозь неё ваншотить в грудь. И сквозь 3 класс вообще без проблем ваншотят в грудь. И это прям лучший вариант. Потому что всякие мосинки и всё там подобное. Никакими патронами не ваншотят в грудь сквозь броню. И собственно квест я допрошёл. На этом ране. Но до этого у меня была пара примерно таких же ранов. Только без моей смерти. Одновременно с противником. В которых я там по одному чуваку убивал. Вблизи. И таким образом этот квест проходил. Но да. Как-то так. Сквады и всё там подобное. Как обычно. Но квест выполнился. И уже хорошо. Три игрока. И снайперки с расстоянием 25 метров или меньше. И следующий квест это прокачать снайперские винтовки до 3. По-моему в прошлом вайпе он был типа до 4 или до 5. Так что это было немножко сложнее. Сейчас у меня второй уровень уже есть. И по сути больше половины третьего тоже уже есть. Так что он довольно быстро докачается. Так что всё довольно просто. Дальше каратель. 25 бомжей. Из аксу на таможне. Без каких-либо особых условий. И собственно да. У меня аксу. По минимуму обвешанный. Глушитель. Какой-то фонарик лазер. Какая-то трэшевая рукоятка. Которая у меня просто валялась. И клематор. И это не самый адекватный спаун для убийства бомжей. Но достаточно адекватный спаун для того, чтобы побегать, полутать. Посмотреть что вокруг происходит. И всё тому подобное. И так же полутать тайники, может быть, один из которых здесь. Но так же там кто-то на башнике бегает. Так что я лёг. Немножко пострелял. Мне показалось, что это всего этого чувака. Но это дерево. То, куда я пострелял. Но зато кто-то в окне. И там бывает бомж. Снайпер. На этой башнике. С которого можно залутать что-нибудь ценное. Типа какую-нибудь снайперку. Или типа АК-74Н. Который нужен по квесту. Про который я в прошлом видео много всего говорил. И с момента, когда я озвучил это прошлое видео. По-моему, даже до момента, когда я его выложил. Был патч, в котором добавили возможность крафтить в хайдауте эти АК-74Н. И их можно по квесту сдавать. Так что это вообще теперь не проблема. Ну да ладно. Ну и в общем. Я пришёл посмотреть, что тут происходит. И бомж оказался нифига не бомжом, а игроком. И это было убийство на стрелка от бога. То есть хочу отца 100 метров. Что немножко внезапно. И тут второй чувак какой-то. Ну, по крайней мере, наверное, это было убийство на стрелка от бога. Потому что я в какой-то момент после этого посмотрел у меня... Короче, в какой-то момент после этого я сделал ещё одно убийство, которое должно было туда засчитаться. И после этого я посмотрел, у меня было два убийства на этой карте. И это единственное, что я могу предположить. Потому что вроде бы я никого, кроме этого чувака, не убивал с большого расстояния. Так что, наверное, этот чувак. Также, кстати, во, я с этим аксу использую магазин по 45. Что довольно неплохо. Если у вас есть лишняя альфа, которая разгрузка. Потому что эти магазины по 45 занимают по три слота. Но они немножко лучше, чем магазины по 60. В том плане, что у них сильно меньше штрафа к эргономике. У них сильно меньше штрафа к дезарядке. И всему такому. Так что, в принципе, довольно... Довольно редко используемая вещь. Но достаточно хорошая проблема в том, что они... По сути, только в эту разгрузку нормально влезают. Там есть ещё одна какая-то, по-моему. Тоже с тройными слотами. В общем, они мало куда влезают. В этом их проблема. Но сами магазины довольно удобные и довольно хорошие. Ну и патроны, которые я использую, это БТ, естественно. Ну и раз ещё здесь... Можно залутать тайник. И взять в нём шлям. Он не лучше моего. По-моему, и то, и другое, четвёртый класс. Но так мне мой вернётся по страховке. Гарантированно. А этот я, может быть, могу вынести. И у меня будет два шляма. Ну да. Я не особенно хочу нарываться на игроков. Так что я так по краю карты аккуратно хожу. Лутают тайники. Ничего особо не делаю. Потому что та же логика, что в прошлом рейде. Потратить какое-то время в начале рейда. И после этого, во-первых, бомжина спавнится. И будет где их убивать. И так же половина игроков порипается. Другая половина куда-то выйдет с карты. И, по сути, будет сильно меньше проблем с PvP. Потому что в PvP я не хочу. Особенно с Аксу. Потому что мало того, что это 5.45 калаша. 5.45 это очень-не очень патроны. Они не в голову, по сути, вообще не убивают. Но ещё и это Аксу. И у него ещё и сильно хуже характеристики, чем у любого, по сути, калаша. То есть очень сильная отдача. Не очень хорошая точность. И всё тому подобное. Так что в ближнем бою я, в принципе, могу зажимать от бедра. И это как-то будет работать сильно хуже, чем с любой ппшкой. Потому что скорострельность довольно низкая. И патроны не очень дамаговые. Но, в принципе, будет. На средних дистанциях я не особенно могу что-то сделать. Потому что прицельно стрелять не одиночными, не особенно получается, Аксу. А на больших дистанциях я тоже мало что могу сделать. Потому что тупо точность у пушки достаточно низкая. То есть даже если я целюсь идеально чуваку в голову, с расстояния там в те же самые 100 метров, я могу вообще в этого чувака не попасть. Даже, допустим, если я не в голову целюсь, а в центр массы, у меня настолько низкая точность, что она может увести в сторону достаточно, чтобы просто не попасть в чувака, когда я целюсь в центр чувака. Так что, да. Конечно, иногда получается ставить всякие хатчеты со 100 метров. Но иногда. И это, скорее, повезло. Ну ладно. Тут много всего полезного. Блок питания довольно дорогой. Всякие болты. Все еще были достаточно дорогими, когда я это записывал, типа 1035. Когда я в последний раз проверял, что, типа, дня за 4 до того, как я это выложу, наверное, они были уже, типа, там, тысяч по 25, что ближе к их стандартной цене не в начале вайпа. Но это все равно довольно неплохо. Типа, больше 10 тысяч за клетку, это вполне хорошо. Так что болты это в любой практически момент довольно ценный предмет. Ну и да, я не стал туда заходить, потому что в том здании мало что спавнится. Зато я решил вместо этого зайти вот сюда. Тут на полках бывает всякая еда. И не только. Хм, вообще бывает ли там еда конкретно? Там бывают всякие довольно адекватные предметы. А тут вот золотая цепочка бывает иногда. В данном случае просто цепочка дешевая. Но иногда там золотые спавнятся или другие ценности. А также у манекена на руке иногда бывают часы, что тоже довольно неплохо. Ну и тут кто-то уже был. И залутал этот ящик, но не залутал, например, вот этот вот глушитель. Так что, видимо, тут был кто-то не особенно внимательный, может быть. Ну да. Глушитель подходит к этому калашу. Но у меня нет милишки, чтобы на нее переключиться. А модифицировать оружие, которое у меня сейчас в руках, это очень плохой план, потому что арков кривой местами. И иногда, когда модифицируешь оружие, держа его в руках, оно ломается и... ломается не в плане какой-то механики поломки оружия, а в плане того, что игра ломается и стрелять нельзя. Так что стоит всегда перед модификацией оружия переключаться на что-нибудь другое. Я мог бы, наверное, просто его убрать в инвентарь. Но не знаю. Решил не изморачиваться. Да, я смотрю, что тут есть. Абсолютно нихрена. Я мог бы подняться в комнату там, но не стал. Просто потому что мне кажется, там меньше ценного, чем на верхних этажах, через которые я прошел. И дальше я пойду куда-нибудь сюда. У меня есть несколько вариантов, куда дальше идти, в принципе. Есть старая заправка. Там бывают бомжи. Есть просто заправка, там бывают бомжи. Есть стройка, которая дальше по карте между заправками, как бы. Там довольно часто бывают бомжи и довольно массово. Всегда можно сходить в общаги, естественно. Но там обычно не только бомжи. В общем, вариантов много. И мне кажется, хорошим планом пойти на новую заправку. Потому что я не слышал там какой-то активной стрельбы, так что, наверное, туда никто особо не пошел из игроков. Часть игроков, которые могли бы туда пойти, которые были на удачных для этого спаунах, я убил. Потому что те два чувака, которых я вначале убил, они как бы где-то в этой части карты заспаунились. Так что я решил, что я сейчас открою дверь справа от меня и пойду на новую заправку. Но перед этим я убью того вот чувака. минус бомж-стайпер. И также проверю эти машины. Потому что какой-то довольно ценный ключ где-то здесь спаунится. Также душонка, видимо. Ну а также чувак. И также в этот момент у меня вылетела игра. Так что я не знаю, убил ли я того чувака хатшотом со ста с лишним метров. Но других вариантов у меня особых нет. Откуда у меня этот еще один хатшот? Так что будем считать, что да. Ну и еще один рейд, то же самое. Немножко другая сборка Аксу. Цевье Голиаф. Такое же по статам на самом деле. Но немножко более стильная и немножко более позволяющая себя обвешивать разными вещами. Но не позволяющая поставить тот же самый глушитель. Так что глушитель у меня другой. Но тоже немножко более хороший по статам, но немножко более дорогой. Который ТГП, по-моему, называется. Как-то так. И также это Аксу 74 АКС 74УИН. Вроде бы да. Ночной. Короче, с креплением для оптики. Так что другой прицел. Более удобный, на мой взгляд. Ну и спаун около старой заправки. На которой, естественно, нет бомжей, потому что я в метре от нее заспаунился. И они так не любят спауниться в метре от кого-то, кто заспаунился в метре от них. Ну, зато тут всякие сумки. Вепр Хантер просто так, под деревом. Тут вообще часто интересные вещи под этим деревом спауниться. Как и внутри старой заправки на столах, которые я проверил, и там что-то было, типа какой-то какой-то оружейный кусок вроде бы я взял. Не уверен. Ну да, и это удачный спаун как бы для того, чтобы идти на стройку. Я вполне возможно встречусь с какими-то игроками, которые идут мне навстречу с другой половиной карты. Но также я вполне возможно встречу там бомжей, которые там любят спауниться. И также это здание, которое сейчас слева от меня. В нем бывает решала со своей охраной, и это вполне бомжи. Или в нем бывают просто бомжи. Но в данном случае тут как-то никого. Ну или... Или не никого. Но это бомж. Когда я услышал шаги, я подумал, что может быть это игрок уже добежал с другой стороны карты. Потому что он мог бы в принципе, если бы он сюда рашил. Но нет. Это просто бомж. У него адар с нормальным прицелом. И ничего особенного, кроме этого. Ну и я побегу все-таки вот сюда на стройку. Тут бомжи чаще. Хотя то, что они тут чаще, не значит, что они тут будут сейчас. Что будет какая-то стрельба справа. Я решил слегка проверить. И там кто-то ходит. И уже нет. И это второе мое убийство на стрелка от бога. Ну да. Проблема в том, что если там чувак правильно высунется, хотя для него очень сложно понять, что это правильно, но если он в правильном месте высунется, то я его вообще не буду видеть на фоне деревьев, которые за ним темные. Темного чувака на темном фоне. Стоим у меня скорее всего довольно хорошо видно. Так что я решил, что не, не стоит тут задержаться. Одного убил, второго можно убить, обойдя с другой стороны или еще что-нибудь такое. Так что я прошел сюда. И решил зайти отсюда. Это еще один труп. Вообще, их тут развлекается. Играет музыка. И тут чувак Я подумал, что тот, кого я убил вторым Это тот, кто был вторым То есть тот, кто был в складе с первым чуваком Но нет, тот, кого я убил вторым Это просто бомж Который там совершенно случайно заспаунился Ну да, до бомжа было 105 метров До первого чувака было чуть меньше Но, видимо, больше 100 Потому что это тоже засчиталось в Стрелка от бога Так что у меня два убийства На таможне Ну и следующий рейд Это тоже примерно то же самое Аксу, таможня, каратель Надежды встретить Хотя бы там штук 5 бомжей До первого игрока Потому что игроков из этой пушки не особенно получается убивать Но да Спаун примерно в той же части карты И цель примерно такая же На самом деле такая же, как в первом Ну, в позапрошлом рейде В первом рейде на таможне Пробежать в сторону заправки, может быть Или в сторону старой заправки Или Куда-нибудь, где есть бомжи Заправка выглядит, как достаточно интересный план Так же, как достаточно интересный план выглядит чувак, который там идет Два чувака Если бы они пытались Сныперить оттуда и пришли на камни И стали смотреть в мою сторону Неподвижно и все тому подобное То я, наверное, вполне мог бы сделать стрелка от бога вместо карателя Из аксу Это было бы забавно Но увы Чуваки там немножко пошарились и пропали в какой-то момент Хотя я достаточно долго сидел и смотрел Настолько долго, что я даже ускорю это Ну да В какой-то момент я все-таки решил, что нет, чуваки свалили И можно им не свалить Не получится так просто взять и сделать стрелка от бога за три рейда с аксу Ну и на самом деле, опять же, удивительно, что получилось первых двух убить Потому что аксу это довольно косая пушка Ну я все еще посматриваю в ту сторону Потому что вдруг И там на самом деле они все еще есть Ну или это уже другой чувак какой-то Но никто не замирает особо А когда они там бегают из стороны в сторону На таком расстоянии И еще есть таким прицелом Я не вижу особо смысла стрелять Так что вместо этого я схожу к старой заправке И тут вполне кто-то есть Какие-то очень агрессивные бомжи, которые Агрессивно стреляют по мне и не сразу орут Что немножко странно Но как-то так Я пытаюсь понять, где стрельба И она где-то там Но так же перед тем, как лезть на эту стрельбу Я хочу дозарядить патроны Потому что Потому что патроны Когда они внезапно кончаются Это нехорошо Ну и да, стрельба где-то прямо по курсу Но я не хочу бежать Прямо здесь Хотя я все равно бегу условно прямо здесь Но я хочу бежать по левой стороне Чтобы у меня была, по крайней мере, возможность Резко свалить немножко ниже Укрытие как бы И там чувак И он там лежал Все это время Это было немножко внезапно А также это было немножко Не в него Что вот у него вполне получается у меня попадать Ну, к счастью, у меня есть бинты К несчастью, у меня почти нет рук А также, к счастью, видимо, у чувака нет гранат Зато они есть у меня Ну, одна Я, кстати, не особо понял, откуда он от меня выстрелил до этого Когда я второй раз выглядывал Типа Из-за вагона, понятно Но я его там совершенно не видел Но в итоге я решил немножко обойти Или, по крайней мере, не высовываться там же Ну, в вагоне и под вагоном его нет Крайне мере, отсюда не видно Так что я еще похилюсь Отхилю тебя 2 хпл Типа того, который С меня снял колючек Видимо И еще осмотрюсь Но на самом деле мне не особенно нужно связываться с игроком Типа я пришел на стрельбу узнать, что там происходит Но даже это было не особенно хорошим планом Потому что я не эквипнут, чтобы сражаться с игроками Так что я не знаю Так что я не знаю Так что я не знаю Так что да, я не особенно пытаюсь к нему ломиться Туда, где он был Я не знаю, там ли он все еще Или он уже свалил давно По крайней мере, он не особенно пытался меня пушить Так что, наверное, он тоже не особенно хочет связываться Так что я просто пойду И стрельба на новой заправке Это вполне хороший повод того, чтобы просто пойти в ее сторону Потому что это значит, что там кто-то есть И там явно есть бомжи И даже если бы я не слышал этих воплей То, скорее всего, я бы предположил, что там кто-то бомжей отстреливает Так что можно, во-первых Напасть на этого кого-то, кто отстреливает бомжей Так, чтобы он меня не заметил Стеусова А во-вторых, можно просто напасть на самих бомжей Что тоже вполне неплохо Но перед тем, как туда врываться Я зайду сюда И обыщу все, что здесь есть Во-первых, дам время тому, кто отстреливает бомжей И отстрелять их какое-то количество и свалить Или еще что-нибудь такое сдавать Во-вторых, если там несколько групп игроков Что дам им время разобраться друг с другом В-третьих Я могу поселиться Полутать всякие выдвижные ящики Дозарядить магазины и все тому подобное Ну и в-четвертых Отсюда, в принципе, довольно неплохой обзор И на старую заправку, и на внутреннюю территорию завода Так что я могу через окна посмотреть Что где происходит И меня здесь не особенно видно Во-первых, потому что эти окна не особенно просматриваются Снаружи, в принципе А во-вторых, еще и потому что Тут редко когда кто-то есть Так что сюда особо не смотрят Ну да Слева был труп Я не стал его обыскивать Потому что мне интереснее, что происходит здесь Потому что здесь стрельба И здесь бомжи Ну и внутри заправки как-то подозрительно никого нет Зато кто-то есть снаружи Мне кажется, я слышу звуки обыскивания чего-то Так что я проверяю места, где можно что-то обыскивать Потому что Потому что непонятно Но в итоге этот чувак обыскивает другого чувака вот здесь Что тоже вполне нормально, наверное По крайней мере это тоже вариант, где можно что-то обыскивать Ну и пока я в безопасности Еще немножко до зарядки магазинов Ну и на самом деле отбегал дозаряжать магазин Я не только для того, чтобы просто дозарядить магазин Но и чтобы понять, есть ли здесь кто-то еще Потому что Раз я никого не слышал Значит вполне возможно, что тут никого нет Типа если бы кто-то тут был То либо он очень упорно кимперит Труп Того человека, которого я убил И вообще никак не шевелится Либо он Издал бы какой-то звук Типа попытался бы меня искать Или попытался бы залутать Этого чувака Или еще что-нибудь такое сделал Но я никаких звуков не слышал Я все равно проверяю Все вокруг Но видимо чувак был один Так что можно пойти и залутать его И у чувака в СС И также чувак был бомжом Игроком видимо И у него 45 тысяч Немножко всякого хлама Но опять же ВСС Что вполне неплохо С мелкими магазинами Но бомжи они такие С большими магазинами Они обычно не спаунятся Ну и у второго чувака Которого он лутал Топорик Ну это просто бомж И у него топорик И видимо Либо у него был ВСС Наверное нет Просто бомжи не спаунятся с ВССами Так что Это игрок заспаунился с ВССом И у второго бомжа Видимо ТТ был Который Который был у первого Потому что он его С второго залутал Ну да Я все-таки вернусь сюда И осмотрю сейф Открою заодно эту подсобку Потому что у меня есть ключ Но тут всего лишь парочка медсумок Продолжение следует... И дальше можно отсюда сваливать Потому что бомжи тут как-то немножко кончились Зато они есть вот там Это то, о чем я говорил Про точность таксу Я в него просто три раза не попал То, что он начал уходить в сторону Это он не начал уходить в сторону От того, что я его задамаживаю Это он просто решил, что пора уходить в сторону Каким образом я 2-х что-то со 100 метров поставил Я не знаю Хотя бы сейчас я в него один раз попал Может быть 2 Я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok и теперь главный вопрос куда они делись на самом деле сюда по крайней мере один из них второй видимо сюда или это какой-то другой бомж но сойдет вот и у этого чувака флешка которая граната а не которая USB и это может быть полезно а я перекладываю магазины потому что они в таком случае показываются как полные если они полные что удобно это немножко быстрее чем жать среднюю кнопку чтобы определить сколько там патронов но правда если там магазин не полный то он ничего не покажет и тут еще кто-то есть еще кто-то есть это как-то больше похоже на игроков ну не очень агрессивных игроков ну да я пытался обойти но это слишком не очень агрессивные игроки так что хрен его знает куда тот чувак делся и тем более где вообще второй чувак был потому что я вроде бы слышал двух чуваков чуваков в разных местах но видел я только одного ну или может быть это достаточно агрессивный игрок и он тоже пошел заходить ко мне с другой стороны и он сейчас пришел туда где я был и тоже такой не понимает куда этот чувак делся такое наверное тоже возможно ну да я решил прийти вот сюда вот на камни потому что отсюда достаточно хороший обзор в разные стороны и так же я кого-то еще слышу слава от себя и тут у нас дуэль фонариков он светит на меня я свечу на него у меня получается лучше не сильно но лучше ну да и опять же звук чувак был на 45 градусов относительно того направления в котором я его слышу ну и так же чувак отстрелил мне ноги что немножко неприятно так что придется есть вазелин не страдать так же я только что слышал прыжок какой-то и может быть это я сам как-то съехал с камня что был звук приземления или хрен его знает в общем я спустил я иду к этому чуваку стал его обыскивать у него немножко всяких ценных вещей типа скошенные рукоятки и типа бронебойных патронов для винтореза и так же у него два дробовика с магнумами ну вполне эффективно учитывая что у меня теперь нет ног и руки и это как-то не очень хорошо мне хотелось бы еще побегать по карте и подстреливать бомжей потому что на этом этапе они уже как-то достаточно массово спавнятся и игроков уже по большей части нет на карте так что это было бы неплохо но без ног особенно не побегаешь у меня конечно есть вазелин но я все равно буду орать когда я бегаю спринтом и все равно все плохо так что я решил проверить ближайшие тайники потому что в них иногда бывают всякие хирургические наборы ну и после этого может быть проверить общагу потому что там есть медсумка в двухэтажной общаге в 110 комнате или 114 в одной из этих двух они напротив друг друга и я не помню какой какая из них с какой стороны ну да в первом тайнике ничего особо не было во втором тайнике топки к шлям и все по сути стрельба в стороне старой заправки достаточно далеко от меня чтобы не особенно обращать внимание ну и я пойду в сторону обсяги и убью еще одного бомжа который очень не умирает но это скорее проблема 545 патронов от них примерно все очень не умирают внутри кто-то есть этот кто-то это бомж который тоже очень не умирает ну бомж это хорошо во первых потому что мне нужно убивать божей во вторых потому что это значит что скорее всего тут нет игроков прямо сейчас не так же бомжей это хорошо потому что у них бывает лут орб-1 по-моему не супер дорогой ключ но довольно адекватный от резерва один из орбов дорогой почему-то там их три орб-1, орб-2, орб-3 и вот какой-то из них какой-то из них сильно дороже чем другие по крайней мере он может быть не супер дорогой в принципе но дороже остальных но по-моему это не первый хотя могу ошибаться может быть и первый ну да выделен кончился я еще раз заюзаю проблема в том что у меня очень-очень кончается энергия и слегка кончается гидрация ну и опять же нет нет ног это тоже немножко проблема у этого бомжа еще 5000 и того 52 и вот 114 комнаты это в которой медсумка есть в этой медсумке абсолютно ни хрена почему нет также тут есть сейф и комп гп-шка и еще пара тысяч цепочка в принципе не стоит того чтобы ее брать большую часть времени я выкинул трешевый прицел он очень дешевый и довольно трешевый но в итоге вместо него ничего тут не взял ну и я открою 110-ю тоже в ней есть еще сейф и в сейфе я создаю который можно было бы положить в доке но там уже нет места ну и также еще немножко перезарядок и в итоге у меня полтора магазина бт-шек и также у меня примерно ноль энергии что не очень хорошо ну к счастью у меня есть тушенка тут есть тушенка еще один пм который мне вполне не помешает потому что их нужно два по квесту будет сдать найденных в рейде и один я уже лутал с какого-то бомжа когда-то пару видео назад и второй тут в сумке и да, рип энергия также на улице кто-то бегает и там кто-то стоит уже нет тот же ли это кто бегал? не уверен ну да, я решил что раз у меня все так плохо с энергией и с ногами и с руками и всем таким то наверное хороший план сваливать и на самом деле сваливать это прям совсем хороший план потому что тут машина и я могу просто платить 7000 из тех 53 или типа того которые у меня есть подождать минуту и совершенно спокойно свалить прямо здесь ну и да я просто темперю рядом с машиной в ближайших кустах но на самом деле даже не особо в кустах и обычно это срабатывает как сейчас ну и в принципе на этом я на сегодня закончу не так уж много всяких квестов сделано но этот рейд был достаточно удачным потому что дохрена убийств бомжей ну и в принципе немножко всяких квестовых предметов я вытащил и проблема здесь в том в основном что длинные рейды то есть рейды в довольно мало видео но они достаточно длинные но в следующий раз будем доделывать карателя и делать всякие другие квесты а на сегодня на этом все я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был Ваймс пока и да